Здравствуйте, это Верий Петрук и Ферунком. Сегодня у нас в тестировании новинка от корейской компании LG. 14-дюймовая модель P430 относится к новому семейству ноутбуков серии P. Ключевыми особенностями этой модели являются привлекательные габариты и дизайн с применением металла. Посмотрим, что же скрывается за такой заманчивой внешностью. Перед нами полноценный 14-дюймовый ноутбук, хотя массогабаритные показатели модели приближают ее к более компактному классу устройств. Такой эффект достигнут за счет минимальной толщины дисплейного блока всего 4,5 мм и тонкой окантовки матрицы. При этом масса составляет всего 1,94 кг. Такие характеристики делают общение с ноутбуком легким и приятным. Для данной модели доступны два варианта цветового оформления Misty Blue и Titan Black. К нам в руки попал первый вариант в серо-голубом оформлении. Крышка устройства является изюминкой модели. Она имеет рекордно малую толщину и исполнена из листа полированного алюминия, что очень позитивно сказалось на ее жесткости. Металл приятно хладит руку и имеет привлекательную горизонтальную текстуру, на которой практически незаметны отпечатки пальцев. В углу крышки выгравирован логотип компании. Все кромки обработаны в виде фаски, во избежание наличия острых граней. Днище устройства выполнено из шероховатого черного пластика и имеет нестандартную форму с выпуклостями в районе батареи и размещения жесткого диска. Батарея крепится с помощью двух защелок и имеет только очень небольшой люфт. Под батареей размещается наклейка с идентификатором устройства. Отверстия вентиляции ноутбука минималистичны, но их вполне достаточно для того, чтобы температура при работе оставалась комфортной в пределах. Люк для ревизии и апгрейда занимает большую часть днища. На переднюю грани устройства вынесены индикаторы активности, заряда и работы жесткого диска, а также мультиформатный кардридер и микрофон. С левой стороны разместились порты D-Sub, RJ45, HDMI, USB-порт с поддержкой зарядки подключаемых устройств, разъемы для подключения микрофона и наушников, а также решетка вентиляционной системы и замок Kensington Lock. Задняя грань имеет скошенную форму для обеспечения большего пространства для аккумуляторного отсека. Правая боковина приютила в себе полноценный DVD-привод, гнездо для зарядки и два разъема USB. Шар не реализован в виде двух пластиковых петель. Открывается крышка в меру туго. При желании это можно сделать одной рукой, но лучше придерживать ее нижную часть. Угло раскрытия экрана весьма широк примерно 140 градусов, но при этом он четко фиксируется в любом положении. По всей видимости, в шарнере применен механизм мотодоводки, так как при закрытии крышка издает небольшой приятный хлопок и не имеет люфта. Жесткость конструкции устройства не вызывает никаких нареканий. После открытия ноутбука взору предстоит лянцевый экран с очень узкой пластиковой рамкой, которая имеет покрытие, по ощущениям напоминающее soft-touch. Подлодонная панель выполнена из немаркового матового-серого пластика с металлическим отльем. На ней разместилась металлическая решетка акустической системы с логотипом компании и кнопкой включения в весьма оригинальном исполнении. Островная клавиатура из черного матового пластика расположена в небольшом углублении. Она имеет четкий ход и приятный фидбэк. Раскладка не вызывает никаких претензий. Подложка исполнена западлицо с подлодонной панелью и не прогибается при нажатии. Интересной особенностью являются скругления клавиш, которые подсказывают, и рукой их нужно нажимать. Для любителей работы с цифрами распадки предусмотрен цифровой блок, который активируется кнопкой на блок. Отдельный столбец выделен под служебные клавиши. Блок стрелок выполнен формой обратной Т. Тачпад чуть смещен в левую сторону от середины. Он понимает жесты, имеет хорошую чувствительность и достаточный для данного формата устройств размер. Правда, от подлодонной панели ее отделяет лишь чуть выпуклая рамка, нанесенная с помощью краски, что требует небольшого привыкания. Функциональные кнопки реализованы в форме качели. Стоит отметить, что такая компактная модель имеет довольно серьезную начинку. Ноутбук построен на базе чипсета Intel HM65. Сердцем системы служит процессор Intel Sandy Bridge Core i5-2410M с тактовой частотой 2,3 Гц, с возможностью штатного разгона до 2,9 Гц. Кодовое название платформы Intel Centrino Haron River. Тестовая модель комплектовалась только 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3-1333, но в коммерческих версиях ее объем составляет 4 или 8 ГБ. Данная модель обладает гибридной видеоподсистемой. Основным адаптером выступает NVIDIA GeForce GT520M с объемом памяти 1 ГБ, а при нетребовательных режимах работы задействуется встроенное видеоядро процессора Intel HD Graphics 3000. Результаты синтезических тестов говорят о достаточном уровне производительности для большинства задач. Экран ноутбука выполнен на основе технологии Super Slim LED LCD, что и позволило сделать дисплейный блок очень тонким. Он имеет разрешение 1377 на 768 точек и соотношение сторон 16-9. Тип матрицы T с глянцевым покрытием. Цветопередача углы обзора типична для использованной технологии. Тип примененной подсветки LED. Яркость экрана не вызывает нареканий. Доступно 8 геоградаций при быстрой регулировке. Тонкие рамки дисплея визуально расширяют его и делают использование более комфортным. Прямо над ним размещена веб-камера для совершения видеозвонков. Качество видео, полученного с ее помощью, радует. Из беспередных коммуникаций в устройстве присутствуют Wi-Fi BGN и Bluetooth версии 3.0. От комплектной батареи в режиме максимальной нагрузки устройство протянуло чуть более полутора часа, а в режиме эмуляции чтения несколько не дотянуло до 6 часов. Данные результаты можно назвать весьма хорошими, учитывая габариты устройства. Новинка от LG удалась на славу. Она радует глаз и оставляет после себя только положительные впечатления. LG P430 будет смотреться хорошо как в руках солидного бизнесмена, так и на коленях хрупкой девушки. Он тонкий, легкий, изящный, но при этом имеет достаточно мощную аппаратную составляющую и выделенную видеокарту. Цена устройства составляет примерно 1000 долларов, что по нынешним меркам вполне приемлемо. Данный ноутбук непременно соберет большой клуб своих поклонников и поклонниц. Это был видеообзор ноутбука LG P430 на сайте ferrum.com. Я Юрий Петрук, подписывайтесь на новые видео, ждем ваших пальцев вверх. Всем спасибо за просмотр!